Этот ролик про биографию художницы Зинаиды Серебряковой представила на конкурсе «Мо-Москвичи-2020» воспитанница детской школы искусств номер 2 Ангелина Наговицына. В номинации «Лучший образовательный маршрут» по изобразительному искусству девочка заняла первое место. В этом году конкурс прошел в онлайн-режиме. На самом деле это конкурс региональный, то есть можно поучаствовать с любого региона и там даже есть, я обратила внимание, из других стран работы уже присланы. Проводит этот конкурс в Центре непрерывного художественного образования в Москве он находится. И его основатель и главный, скажем так, сподвижник – это Борис Неменский. В конкурсе приняли участие воспитанники мультстудии «Кадрики». Они представили работу «Полевая почта». В номинации «75 лет победы» она стала победителем. Готовили анимационный фильм целым коллективом. Но идеей принадлежит Юлии Тюлюбе. Девочку вдохновил рассказ о том, как в Великую Отечественную солдаты отправляли письма и каким трудом почтальоны доставляли эти послания адресатам. Она сочинила текст, зачитала его на фоне, на фоне своего мультфильма. И ребята мультстудии «Кадрики» включились в эту работу. Они сделали анимацию писем в виде голубей. А медиастудия «Фристайл» помогла ей с озвучкой, с записью видео и с монтажом. На конкурс воспитанники детской школы искусств номер 2 представили более 10 работ. И почти все они стали победителями. Награждение участников конкурса «Москвичи-2020» пройдет в Москве 28 августа. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.